Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Итак, друзья, действительно, наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ в студии Роман Шахов и Валерия Майорова. И как мы обещали, в этом часе мы будем не одни, но у нас много гостей, и с большим удовольствием я их представлю. Значит, тренер по развитию памяти, основатель школы «Супермозг» и автор номер один в России по теме скорочтения для детей Гузель Абдулова. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, Элеонора Свиридю, главный библиотекарь научно-методического сектора отдела хранения основных фондов РГБ. Тоже добрый день. Здравствуйте. Итак, друзья, совсем скоро случится очень важное мероприятие. Много важных мероприятий. Да, даже два мероприятия. Мы будем в течение этого часа говорить о них. Начнем с круглого стола, который будет завтра. Уже завтра? Да, уже завтра, 12 февраля. Где и что это за стол, Элеонора? В Ивановском зале Российской государственной библиотеки. Такое новое выставочное пространство на базе, на просторах выставки книги старого дома. Откроются интенсивы. Целый месяц у нас будут встречаться психологи, педагоги, мамы-блогеры. И они будут обсуждать, что нужно читать детям, как нужно читать детям и что им давать. И самый первый круглый стол считается центральным событием. Этот стол будет говорить за этим столом о детской литературе, о неформальной детской литературе. Степка, Растрепка, Неряха, Петер. И вообще, что такое черный юмор в детской литературе. А есть такое понятие, да? Да, есть такое понятие, черный юмор. И там же будут рассказывать о первой книге черного юмора. Пришла она к нам из Германии. И называлась она Штрувель Петер. Написал ее не просто автор, ее написал психолог Генрих Гофман. И написал он ее, потому что не мог найти нужные книжки для своего трехлетнего сына. В результате он написал такие стихи, назидательные, но очень страшные. Вредные советы что-то типа такого? Ну, типа вредных советах, но, наверное, вредные советы. Это совершенно легкое чтение, наверное, по сравнению с первыми. То есть ужасник такой. Такой ужастик. Представляете, что мальчик, который сосал пальчик, вдруг к нему приходит цирюльник и обстригает, отрезает этот пальчик. И вот конец стихотворения. Мальчик плачет, мама плачет, и все в неожиданности. Ну, и вот такого типа, это, наверное, одно из самых страшных таких стихотворений. Начинается более легко. Второй сюжет есть девочка, которая играла со спичками, а детям нельзя играть со спичками. Конечно. Поэтому она превратилась в кучку золы. Логично все. Логично. Надо ли так пугать детей-то? Из какого возраста надо пугать, Леонора? Вот он написал до трехлетнего сына. Что он имел в виду? Конечно, это правила поведения. Но на самом деле книга мальчишки так понравилась, что он хохотал. Потому что говорят, что у детей другое восприятие не такое, как у взрослых. То есть на самом деле, ну этого не может быть. Вот это где-то есть какая-то отстраненность. Страшно, но очень интересно. На самом деле считают дети, что с ними-то этого никогда не произойдет. Они же умные и хорошие. И книга так понравилась детям, родителям. И она быстро, она написала ее в 1845 году. Она быстро вышла за пределы. И уже в 1853 году был первый перевод в России. Но неизвестен ни автор, ни издатель. А вот издатель Вольф уже в 1857 году с яркими рисунками представил своим читателям эту книгу. И с тех пор она начала свое торжественное шествие. И до 1917 года Степка Растрепка, черный юмор вот этот такой читал со всеми детьми России. Некоторые, вот, например, Александр Бенуа вспоминал, что это была его любимая книжка. Он не знал первой страницы, и поэтому с ужасом, с удивлением и с таким каким-то... Представлял, что произойдет вот именно на этой первой странице. И когда во взрослом состоянии он прочитал, оказалось там, что человек рассеян и просто упал в канал. У него было небольшое разочарование. Почему не было страшного конца? А это недостаточно страшный, наконец-то. Да, это ну просто упал в канал. Пока вы представляете человека без пальчика, который отрезали ножницами, мы сделаем маленькую паузу, после которой вернемся. Дождитесь. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Мы сегодня говорим, где можно чудесно провести время с пользой и для взрослых, и для детей. Например, завтра есть круглый стол от Степки Растрепки до вредных советов, библиопсихологии, черный юмор в детской литературе. А вот вы сказали, что там будут участвовать мамы, блогеры, значит, психологи, педагоги. А простым-то людям можно туда попасть каким-то образом? Ну, я думаю, конечно, можно. Вообще, выставка в Ивановском зале работает. Она продлена до 3 марта. С маленькими детками, наверное, лучше прийти либо днем, либо в такое время. Потому что там удобно походить, рассмотреть книги, полистать их можно. Медиа представлены все. Даже некоторые книги, видео можно посмотреть. Дети могут остаться, если устают, порисовать за столиками, посидеть. Можно прийти на мастер-классы. Единственное, что нужно заказывать, посмотреть на сайте. Но на самом деле очень интересные мастер-классы проходят в Ивановском зале. Подождите про мастер-классы, не будем забегать вперед. Давайте про саму выставку. Как она еще раз называется? Выставка называется «Книги старого дома. Мир детства 19-го, начало 20-го века». Дело все в том, что уже более 70 лет в Советском Союзе вот эти книги вообще были неизвестны. А почему, кстати, они были неизвестны? Ну, потому что царское что-то, да? Считалось, что Россия строит новый мир, значит, должно быть у детей новое детство, должны новые книги. Например, Чарскую забыли на 70 лет, ее сейчас только выставляют на полке. И Чуковский сказал, что на самом деле не нужны такие слезливые книги. Корней Иванович, ты что ж. Да, не нужны такие слезливые книги детям, и тем более о детстве в гимназиях, как воспитывались дворянские дети, этого ничего не нужно. И поэтому ее забыли, правда, Корней Иванович, надо отдать ему должное, выхлопотал ей пенсию, была она маленькая пенсия, но ее уже не печатали и изымали из всех библиотек. Такие книги. Черный юмор разве нужен? Тоже не нужен. Ну вот, кстати, нужен ли? Давайте мы спросим у тренера по развитию памяти. Да, давайте. Как вы считаете, нужен черный юмор? Ну, я сторонник того, что он не нужен в определенном возрасте. То есть хорошо читать после 10 лет, но до этого возраста... Все-таки лучше, да, в три года лучше все-таки читать книги, да, может быть, сказки обучающие, там, назидательные, но именно с положительного, с положительной точки зрения. Дело в том, что дети, они от рождения эдетики. То есть они не просто слышат или, там, когда им читают что-то, они обязательно представляют это все, и они обязательно подключаются эмоционально. То есть иногда ставят себя на место героя и добавляют еще соощущения, то есть они могут тактильно почувствовать, ощущают запахи, вкусы. Замечали? Маленький ребенок всегда в рот берет там новый предмет, ему нужно его понюхать, попробовать на вкус, потрогать и так далее. Погрызть. Погрызть обязательно. Вот, и, соответственно, когда мы ему даем какую-то информацию, то ребенок очень живо это все представляет, как будто с ним это сейчас происходит. И очень часто бывает так, что когда ко мне приходят потом на занятия, ребенок не любит читать, а когда начинаешь спрашивать, почему, а потому что у него чтение ассоциируется именно вот с негативом каким-то. С чего начать, Гузель, чтобы вот чтение было позитивом? Какая первая книжка, может быть, серия первых книг? Ну, на самом деле, очень хорошие книги, это и русские народные сказки или сказки других народов мира, но именно те, которые обучают, а не пугают или там те, которые могут даже травму нанести. Я обычно родителям предлагаю, вы прежде чем ребенку прочитать сказку, сами представьте, вот просто войдите в эту сказку и представьте, как будто это с вами происходит. То есть пришел Иван Царевич и бабу-ягу сварил в печке сам, да? Да, да, да. Или мальчик-спальчик. Надоел ребенок родителям, а они решили его отвезти в лес. Вот что будет потом ребенок думать, а вдруг он надоел? Департамент соцзащиты, что там будет делать? Ну, мы все равно, я думаю, не будем отказываться от вредных и страшных сказок, потому что вот ребенок, если он какой-то такой юмор, но если он понимает, что родители над ним все время подшучивают, для него это больше прикол. Ну, вот так вот. Ну, да, все равно зависит от ребенка, насколько он захочет читать или не захочет читать. Вот у меня были детки, которые пришли на выставку и с удовольствием смотрели красивые книжечки с яркими рисунками, картинками, и рассказываю про степку-растрепку. Одна девочка говорит, я такой в жизни читать не буду. Вот, и все. То есть все равно выбор есть, стоит за ребенком. На самом деле, мы говорим, что нужно читать сказки нравоучительные. Я вам хочу сказать, что до 18... Мы вот когда стали исследовать эту тему, до 18 века книг детских в России совсем не было. И поэтому, вот почему мы взяли 19 век? И очень быстро, вот 100 лет, и вся детская индустрия, начиная с книг, даже детская мода, все пошло на взлет. То есть полностью сформировался мир детства. Вот мы про это будем еще подробнее говорить. Дорогие дети, не отключайтесь, у нас сейчас маленькая пауза, после которой мы вернемся. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Какой у нас хороший разговор и в кадре, и за кадром. Прям вот уже даже, ну не то, что мы спорим, да, но какие-то разные-разные пласты вскрываем. Скажите, пожалуйста, вот я возвращаюсь к литературе 19 века. Вы сказали, что слезливые книги, но тем не менее. Какие качества воспитывали? Значит, воспитывали сострадание, да, если слезливая книга? Обязательно. Обязательно. В начале 19 века вот все должны бы воспитывать. Обязательно сострадание. Обязательно были нравоучительные книги. И часто вот в русской литературе они были переводными. Только меняли имена. Например, Петер менялся просто на Петю. Был вместо Жана Ваня. И место действия менялось. Реки поменялись, да. Леонора, сказка «Репка» — это оригинальная наша сказка или тоже какая-то калька? Вот сказки «Репки» есть в разных странах, но вообще, говорят, это русская народная. Вот, хорошо. Вот «Колобок». Потому что «Незнайка» на мне, чтобы вы знали, да, он не совсем наш. Ну да, «Незнайка» не наш, но «Колобок» тоже, возможно, наш потому. Но интересно, все русские сказки немножечко отличаются. Они потом адаптировались, да. Сначала это был русский фольклор, Афанасьев их записывал. И каждый раз мы можем в разных изданиях разные сказки вообще прочитать. И мы, вот когда коснулись литературы 19 века, да, там есть вот простые сказки, но мы, например, сказка «Черемок», да, мы ее взяли, можно посмотреть, начало 20 века. И редакция та же, текст тот же, ну практически, да, «Комар», «Пескун», но мы уже брали сказки с иллюстрацией. То есть детская книга, не только текст, но это еще и иллюстрация. Ну, конечно. И вот мы пришли от детской литературы без иллюстрации, пришли к иллюстрациям, и все это показано на выставке. Удивительным образом сочетается. Все современные художники 20-го, начала 20-го века, они старались поработать детской книгой. Друзья, добро пожаловать в Российскую государственную библиотеку «Ивановский зал». Да, «Ивановский зал». Во сколько приходить? Вот круглый стол начнется в 18.30. А сама выставка? А выставка начинается ежедневно, можно прийти. Она работает до 8 часов, и в субботу и воскресенье, ну кроме понедельника, можно прийти. Детки у нас вообще бесплатно приходят все. Отлично. Но только мамы и пенсионеры тоже. Леонора, а можно ли там, например, почитать сразу или приобрести какие-то книги? Приобрести можно. У нас есть детская полка Ленинки, репритные издания. Это как репритные? Репритные издания – это то, что точности повторяет издание, например, 19-го века. Небольшие книжицы. То, что хранится в основном хранение. И удивительным образом, то есть точно повторяет от первой страницы до последней. Но только с надписью «Репринт». То есть мы увидим и те же буквы, и дореформенный язык, но те же иллюстрации. Но я думаю, что читать очень просто, даже дореформенный язык. Дамы и господа, мы продолжаем. Говорим сегодня о хороших книгах, где их можно почитать. Смотрите, слушайте, приходите в Российскую государственную библиотеку. А вот, кстати, на нее сейчас можно будет и посмотреть, ведь, да? Потому что вы пришли нескусственными руками. У нас есть слайд-шоу и внимание на экран. Я напомню для тех, кто только слушает нас по радио, что у нас телерадиоканал. Нас можно смотреть. 742-я кнопка Триколор ТВ. Пожалуйста, прокомментируйте, что это мы видим. Мы видим открытие выставки, но вы видите не книги, а сзади еще и картины. Книжный ряд дополнен картинами из Новгородского музея. Здесь можно увидеть, вот видите, детки могут порисовать. Это книжечки. Девочка Робинзон, ничего себе. Девочка Робинзон. Это увидеть совершенно необыкновенные книги, которые никогда не знали. Дневник Мурзилки. Дневник Мурзилки. Вот это журнал. Это не Гравити Фолс. А вот это из коллекции, это картина Николая Второго. Петров Водкин, Фектя, девочка Фектя. Представляете, это Кредальф. Ну, феи, цветы. Дальше учебник Хорового пения. Хорового пения, то есть дети учились. А вот это Лубок. Это, наверное, первое чтение для крестьянских детей. Во всех избах висели такие вот картинки. Родители покупали, и дети не могли читать книжки, а читали вот такие книжечки. Пожалуйста, «Мальчик с пальчик» — это когда уменьшается. Мальчик изучает мир. Мир, да. Ну, а можно похулиганить здесь у нас, представляете? Отлично получается. Можно рассмотреть разборные модели. А это уже наглядные пособия такие. А вот это любимая книжка Александра Бенуа. И он признавался, что он ни разу ее не прочитал, рассматривал только картинки. Так что вообще удивительная присутствие вот эта открытие, атмосфера открытия выставки. Вообще сама выставка — это старый дом из азбуки Александра Бенуа. Вот она как раз на картинке. И вот он на букву «Д». В нем живет семья. Мама, папа, бабушка, дедушка и дети. Почему круглый стол? Собираются за круглым столом, проводят чтения, играют, настольные игры. А еще самое удивительное — детские рисунки, которым более ста лет. Они сохранились в архивах Воронцовых, Дашковых, Волконских. Ну, Маковские картины — это тоже из Новгородского музея. А расскажите нам, пожалуйста, про зал, про который вы рассказываете. Ивановский зал вообще удивительный. Это новое, старое выставочное пространство. При Румянцевском музее в 1914 году открылся Ивановский зал. Это был удивительный двухсветный зал, куда перенесли картины из коллекции Румянцевского музея. А главное место занимала картина Иванова «Явление креста народу». И там на стене, на задней, еще даже кольца остались от нее. Это единственное, что осталось. К сожалению, революция 1917-го. Зал закрылся. Картины из Румянцевского музея отправились и в Трикутюковскую галерею, и в музей Пушкина. А у нас осталось... Только книги остались. И круглый стол завтра. Круглый стол завтра, да. Поэтому... Почему новое пространство? Потому что работает только три года. Его три года назад восстановили. Конечно, не в полном объеме. Но можно почувствовать вот эту атмосферу. Такой вот камерности и в то же время классичность. Давайте спросим, Узель, как почувствовать уверенность, когда хочешь научиться читать быстро? И какие мастер-классы будут у вас проходить в рамках этой выставки? Смотрите, чтобы читать уверенно, в первую очередь нужно понимать и представлять то, о чем читаешь. Очень часто люди механически читают, но не включаются. И вот замечали, если вы читаете художественную книгу, то очень часто у вас в голове рисуются картины, свой фильм, и потом смотрите экранизацию, и вам не нравится. И герой не такой, и события не такие. Но как только мы берем какой-нибудь учебник и какую-нибудь там научную литературу, то мы, увы, просто читаем набор слов. И очень часто есть мнение, что если книга еще большая, написанная сложным языком, что это трудно, это сложно, это непонятно и так далее. Почему нужно скорочтение? Дело в том, что если вы будете читать действительно каждое слово, вчитываться, вглядываться, то у вас будет очень много образов разрозненных, и вы не поймете ту мысль, которую пытался донести автор. А как же вот этот язык драгоценный, каждое слово алмаз? Дело в том, что когда мы говорим, мы говорим довольно быстро. И если даже научиться читать со скоростью говорения, это уже будет хорошая скорость для большинства людей. Я вам просто цифру хочу привести. У нас, я считаю, что многие не умеют читать только потому, что, например, в Европе, в Америке считается, что человек, который читает меньше 340-350 слов, то он не умеет читать. А у нас средняя скорость это 120-150 слов в минуту. И даже если мы повысим в 2 раза скорость чтения, это не будет скорочтения. Ну, дайте советы, что нам делать, как научиться, что вообще, какие лайфхаки? Ну, здесь очень много, на самом деле, проблем, почему человек читает медленно, поэтому нужно разбираться с ними. У кого-то элементарно не поставлена речь, и нужно поработать с артикуляцией, например, да, чтобы быстро проговорить. А внутри мы проговариваем всё это? Увы, к сожалению, но когда мы читаем, то очень часто мы проговариваем. И проговаривание, оно нужно для лучшего понимания представления. Но это идёт до этапа узнавания. Как только вы слова начинаете целиком узнавать, то вам их уже проговаривать не надо, у вас сразу возникает образ, картинка. И тогда очень хорошо ускоряться и, наоборот, подавлять проговаривание, потому что оно в этом случае будет вам мешать. У вас мастер-классы, расскажите вот об этом. Мастер-классы практически, и я сторонник того, чтобы не лекции читать, да, чтобы сразу сделать какие-то упражнения, и поэтому очень часто человек пришёл, и уже буквально через час-полтора он читает, ну, если не в два раза быстрее, но чуть-чуть быстрее. Вот как раз в библиотеке будем проводить мастер-класс 20 февраля, и там можно будет прийти с детьми и попрактиковаться, поупражняться, ну, и, в принципе, узнать что-то о себе новое. — Слушайте, ну, вход в библиотеку, там, 200 рублей, да, это самые большие деньги? — Да, это на выставку. — Это на выставку 200 рублей. — А на мастер-классы, если не секрет? — Вот эти мастер-классы, которые идут в рамках программы, они бесплатны по билету на выставку. Единственное, что если отдельно мы заказываем личный мастер-класс для детей, да, там цена немножечко другая, но там предоставляется, если мастер-класс другой, то и материалы все предоставляются, с детьми вашими занимаются целый час, и они с собой либо фигурку, либо что-то с переплётом связанное, они с собой это всё забирают. — Так, давайте ещё раз, значит, вход для взрослого человека 200 рублей, для ребёнка бесплатно, для пенсионера — 50 рублей. — Вот, бабушку с детьми отправить, вы посмотрите, ни в коем случае не пожалеете. Вот вы сказали, что вы лекции читать не любите, а я знаю, что вы, Елена, наоборот, любите, и у вас будет прямо авторская лекция, чтобы не только картинки ходить рассматривать, музейный экспонат, а чтобы что-то узнать. — Кураторская экскурсия. — Это даже не лекция, это кураторская экскурсия. Мы будем ходить по выставке, и какие-то... Вы берёшь книгу, когда смотришь на неё просто так, у неё нет истории. Каждая книга с историей. Поэтому мы будем знакомиться с позицией именно истории с этими книгами, историческое пространство, как она существует в этом историческом пространстве, а также, как вокруг неё существовал целый мир. Мы будем говорить и об издателях. Например, далеко ведь неизвестный факт, что Сытин, Иван Дмитриевич Сытин, он издал полмиллиарда книг. Вы представляете, вот саму, вот на начало 20-го века полмиллиарда книг. Это он мечтал о книжной империи, он насытить мечтал вот своими книгами всю Россию, а потом и весь мир. Он издавал книги как для детей, так и для взрослых. Он издавал книги как для бедных, так и для богатых. И иногда... А вообще я узнала такое понятие, оказывается, существовали безгодные книги. Это как? Это не негодная книга, а безгодная. То есть на них не ставился год, и по мере того, как продавалась книга, дальше её допечатывали. То есть и мы получали опять точно такую же книгу, но именно по спросу, действовали по спросу. То же самое мы забыли Вольфа. Это издатель, который начал издавать очень красивые книги для детей, как для малышей, так и для взрослых. Каждый из них говорил, что детская книга очень важна именно для читателя. Родители должны были выбрать. У Вольфа, конечно, это очень часто подарочные книги, которые дети клали под ёлочку. Для читателей важна ещё и музыка. Мы сейчас ей дадим место, а потом продолжим. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем. Напомню, что в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» тренер по развитию памяти основатель школы «Супермозг» и автор номер один в России по теме скорочтения для детей Гузель Абдулова, а также главный библиотекарь научно-методического сектора отдела хранения основных фондов российской государственной библиотеки Элеонора Свиридюк. Вот, вы знаете, так интересно было. Элеонора начала говорить в прошлом выходе про то, что красивые книги стали выходить с иллюстрациями и так далее. А я хотела сразу Гузель спросить, а как же, когда скорочтение? Это, получается, ты иллюстрации вообще не смотришь? Ты пролистываешь всё это? Смотрите, на каждом этапе важны свои книги. Например, когда маленький ребёнок, то очень важно, чтобы были картинки, потому что у ребёнка ещё не развито образное мышление. И вот визуализация, помощь, когда прочитали и посмотрели, что это, это очень важный этап. И поэтому очень полезно, вот как мы в своё время обучались, это весёлые картинки, это журнал «Мурзилка», а сейчас есть масса комиксов. То есть на самом деле они очень полезны, чтобы понять, о чём идёт речь. Помните, диафильмы когда-то, да, смотрели? Диафильмы, да. Диафильмы, да. Диафильмы, да. Вот. А затем уже, когда человек научился сам представлять то, о чём идёт, то он может ускоряться. И, в принципе, образы возникают со скоростью мысли. У вас за каждым словом стоит образ с картинкой. Поэтому вы, когда быстро читаете, у вас это в один единый фильм складывается. Вы знаете, мне кажется, у нас даже беседа так, она ускоряется, ускоряется, ускоряется. Хочется больше, больше информации получить. Я хотела вас попросить, вот вначале вы назвали автора, да, который 70 лет уже забыт, а тем не менее у неё совершенно потрясающие книги, которые нужны нашим детям сейчас. Вы можете ещё несколько авторов назвать, вот так вот, на вскидку, кого мы, допустим, с романом не считали, потому что вот у нас советское было у нас с тобой детское. Советское. Ну, вот, например, хочется сказать, что про Ишимову. Она перекладывала историю для детей. И она очень интересный автор, она посвящение даёт «Мои маленькие детки». И Пушкин говорил, он прочитал, это самая была последняя книга, говорят, которую он открыл вообще в свой последний день жизни. И написал записку Ишимовой, я открыл вашу книгу и зачитался ею. Вот так нужно писать для детей, легко и просто. Это действительно знакомство с русской историей. Тоже забытая Ишимова не издавалась. У неё не только русская история, у неё переложение «Священная история» есть. То есть более простое издание. Женщины-писатели, мы уже говорили о Чарской, да, например, Чарская, есть Вера Желиховская, которые были совершенно забыты. Они рассказывают о мире девочек. Ну, вот часто, как говорят, мир девочек, для девочек свои романы, для мальчиков свои. А у нас сейчас уже похватились. Барби-то на времени, что ли? Нет, 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 совсем не Барби. У нас сейчас похватились, что девочки, они как раз-таки не получают специальное воспитание. Оно им нужно совершенно другое. Вот, а вот именно в романах Чарской как раз вот это воспитание и есть. И благородство, и честность, да, оно присуще именно для девочек. Гимназистки воспитывались таким образом. У неё, конечно, может быть, они на один лад, когда сначала всё плохо, какое-то случается горе несчастья, но на самом деле всё заканчивается хорошо. И подруги помогают, и как-то складывается судьба. То есть судьба выстраивается. То, что сейчас вот часто ищут подростки, чтобы судьба выстроилась. И разный возраст у неё тоже. У неё серии для младшей, для среднего, ну и для более старшего возраста есть. Ой, прям хочется ещё говорить и говорить, но времени так мало. А тем не менее, мероприятие будет ещё 14-го числа. Расскажите о нём, пожалуйста. Ну да, 14-го числа, как мы уже упоминали, это моя кураторская экскурсия. Мы будем рассматривать книги, рассказывать о разных... Я буду упоминать и о картинах, и о людях, которые вот именно создавали эти книги. А на самом деле начинается мероприятие в 18.00, ну а вход по билету на выставку. Так, а библиопсихология? Библиопсихология — это удивительный термин. Его придумал Николай Александрович Рубакин, библиотекарь, библиолог. Он составил такую цепочку «автор, текст и читатель». И вот эта изначальная цепочка должна была явить основу библиопсихологии. Но на самом деле сюда включается и библиотека ведения, и чтение, и психология, и педагогика. То есть ёмкий термин, который включает всё. То есть каждый может что-то там найти. И вообще самое интересное, что каждый читатель найдёт свою книгу обязательно. То есть если автор и читатель совпадают, то эта книга становится интересна, и даже помогает, может быть, даже такое психологическое здоровье улучшается, да, в момент депрессии, возможно, нужно только найти важную книгу. Тогда, когда требуется, книга появится. Найдёте книги точно, друзья, в Российской государственной библиотеке. Ну что ж, у нас остаётся буквально 25 секунд. Хочется сказать вам огромное спасибо. Я понимаю, что мы даже ещё вот верхний пласт вот той информации, которую вы обладаете, не вскрыли. Но тем не менее все люди, которые нас сегодня услышали и увидели, они могут пойти на вашу выставку, они могут посетить ваши мастер-классы. И спасибо вам за это. Итак, всего самого хорошего, дорогие друзья. У нас в гостях была Гузель Абдулова и Леонора Свиридюк. До новых встреч. До новых встреч. Успехов вам в вашей работе. Спасибо. Спасибо. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ».